Субтитры создавал DimaTorzok Последний разговор в этом семестре про сети в Linux Как и обещалось в этом последнем разговоре, мы попробуем поговорить про VPN При этом, что самое неприятное, обидное, не знаю, как это правильно сказать Слово VPN, в общем, с некоторых пор у всех на слуху Так вот, про то самое свойство VPN, ради чего все им теперь пользуются напропалую Мы особо-то говорить и не будем Точнее, будем, но именно про то, почему VPN не самый лучший инструмент для решения такого рода проблем Ну, не важно Общая тема, на самом деле, сегодняшний разговор – это туннелирование Туннелирование – это когда мы берем трафик некоторый в качестве носителя Не важно какой Какой угодно, поток данных Это может быть, ну, правда, что угодно Потом, взяв его в качестве носителя И капсулируем в него вообще произвольный какой-то трафик Ну, допустим, уровень IP IP-пакет туда запакован И в таком виде, значит, оно у нас путешествует А потом на другом конце туннеля мы эти IP-пакеты распаковываем Вот И получаем обратный сетевой трафик Как вы понимаете, идея очень похожая на вообще стекстовых протоколов как таковой В котором пакеты одного уровня инкапсулируются, пакеты другого уровня А потом декапсулируются, когда они прибудут на место Вот Но в отличие от жесткой схемы, про которую мы весь семестр говорили По какому вообще принципу, значит, это инкапсуляция и декапсуляция происходит Вот В отличие от этой жесткой схемы Туннель это именно что Ситуация, когда мы берем сетевой трафик Уровня 2 или уровня 3, кстати В смысле, уровня 3 или уровня 2, потому что уровня 2 тоже можно Вот Заворачиваем его в какой-нибудь сетевой поток Причем тоже разного уровня А на другом конце, значит, разворачиваем Вот Помимо того, что Тем самым мы унифицируем Наш поток данных Запихивая его в одинаковые, ну скажем, UDP датограммы И больше ни во что Вот И тем самым Если есть какие-то по дороге припоны То он либо работает, либо не работает И если работает, то работает полностью Наш туннель Вот Вот почему вы не одели, сейчас замерзнете Значит Так вот Помимо этого Есть еще Несколько интересных свойств У туннелирования Которые, собственно, и используются дальше В тех самых виртуальных частных сетях Во-первых Этот трафик можно безболезненно зашифровать Прямо поверх Того носителя То есть если у нас есть какие-то датограммы Эти датограммы могут вполне быть шифрованными Причем даже сквозным методом шифрованными То есть тот поток, который внутри нагружен Он шифруется, дальше отправляется Дальше той стороной, значит, дешифруется Вот Во-вторых Мы можем предпринять некоторые действия Чтобы внутри такого потока Трафика, потока нашего сетевого Нельзя было Произвести анализ Достаточно разумный, глубокий Ну, во-первых, это делается шифрация Во-вторых, это делается еще и там Всякими другими приколами Чтобы, значит, один пакет Который потенциальный дешифровщик поймал Ничего бы такого для него Ни интересного не рассказал Вот А самое главное Это уже говоря про именно виртуальные частные сети Самое главное, что С точки зрения Линуксовой системы Ну, вообще, не только линуксовой Просто в Линксе это довольно наглядно Такой туннель будет выглядеть Как просто два сетевых интерфейса С IP-адресами Внутри некоторой одной локальной сети И Тем самым мы можем объединить Несколько хостов Находящихся в самых разных уголках земного шара Единым адресным пространством И называть это как раз виртуальной частной сетью То есть, допустим Ну, вот как у меня дома, например На одной из машин Запущен VPN И один из адресов, который получает эта моя машина Это адрес из внутренней сети нашего офиса Соответственно, я таким образом могу иметь доступ к офисным серверам Входить в зону более опасную Чем, в смысле, ограниченную И снаружи недоступную И так далее Вот Да, именно поэтому, значит Известный кооперативный стандарт На пароль пользователя Раз, два, три Вот это вот все Потому что в таких сетях, как правило Если и есть люди, которые подключились со стороны То это люди, которые получили этот доступ Путем, вот, например Использования VPN Вот Такие дела Но, значит, давайте мы начнем с простейшего туннеля Для этого нам понадобятся три машинки Вот у нас их три Честно, не знаю, что мы там сделали на первой Давайте мы их уберем Настроим это руками Что это было? Это было что-то неправильное Вот Да, значит, клон Snap SRV Подключен к одной сети Роутер Подключен к двум сетям И клиент подключен к одной сети Вот Все, в общем, по классике Вот Что мы сейчас сделаем? У нас роутер наш будет заниматься пробросом исключительно туннелей Больше ничего Пакетов того потока данных, который является носителем, то бишь, туннелей А на концах, на SRV, на клиент У нас будут, соответственно, от этих туннелей дырочки И они будут уже настроены на сеть Таким образом Таким образом роутер будет видеть только проходящие мимо пакеты унифицированные Какие-то туннелированные А клиент и сервер будут работать как в обыкновенной сети Слово клиент, слово сервер Понятное дело, в случае туннеля Вот такого симметричного Из двух концов состоящего Оно вполне себе Условно Непонятно, кто из них клиент, кто сервер Но в некоторых случаях понятно, кто сервер Мы это чуть позже посмотрим Так, это значит у нас Да А То-то я смотрю, у меня что-то не так работает Вот так оно должно работать Вот, а не так Так, дубль два У нас SRV уже запущен Очень хорошо Вот он Сейчас мы еще сделаем клиент Роутер Вот Который будет пробрасывать трафик Из одного интерфейса в другой И не знать ничего про И значит, соответственно, клиент Так Ну, как обычно, мы воспользуемся ленивым вариантом Я Это самое Грешным делом изобрел этот страшный скрипт Одноколенный И теперь им постоянно пользуюсь Потому что он позволяет по-быстрому все настроить Вот Вот, напоминаю, что он также настраивает и форвардинг тоже Так, значит, что делаем дальше Ну, во-первых, мы должны настроить на сервере Как обычно, у нас там Роутер не работает таким образом, чтобы он знал, где у нас находится клиент Вот, поэтому надо написать что-то типа IP Road Add 10 Ну, скажем 0,0 0 Слэш Я туплю 8 Via 10 9,0,0,2 Ватт Теперь у нас по идее А в клиенте, соответственно, надо сказать что-то типа IP Route Add Default Via 10,4,0,2 Напоминаю, что Автонет нумерует сети так Он их нумерует по Сами сети нумеруют по первой букве Да, значит D это 4 Там I это 10 Вот, 9 А хосты по мере их создания Вот Тот хост, который я создал первым, будет иметь адрес Точка 1 Роутер я создал вторым, будет адрес точка 2 А клиент будет точка 3 Вот Теперь, если я все сделал правильно СРВ у нас просто пингуются Не СРВ, а 10 9 0 1 У нас просто пингуются Вот Он просто пингует При этом через роутер, разумеется, проходят обычные Вполне себе обычные Пакеты Которые он может вполне Вполне дешифровать И заглянуть в них И так далее Вот Вот, пожалуйста, через 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 роутер проходит ICMP Теперь давайте все-таки настроим сеть Самая простая сеть Ну Простейшая Да Это IP IP Овер IP Идея стоит в том, что у нас будут входить IP-пакеты специального протокола Это самого IP Внутри этих пакетов будут, опять-таки, пакеты тоже IP То есть Разница между ними будет условно никакой Ну, за исключением, что те, которые внутри инкапсулированы, будут меньше Вот Ну, потому что Их засунули внутрь пакета Но Что бы мы снаружи не делали С точки зрения роутера Проходящий мимо пакет Будет выглядеть как обычный пакет протокола IP-IP А не там ICMP Еще что-то Еще что-то Вот Главная идея эксплуатации такого туннеля Состоит в том, что мы можем создать виртуальный интерфейс С адресами, принадлежащими единому адресному пространству Ну, выглядит это будет примерно вот так Значит Напоминаю, что это операция уровня link Мы добавляем виртуальный интерфейс Это еще один линк, уже имеющийся с какими-то свойствами В данном случае свойствами туннелирования Вот То есть мы добавляем новый интерфейс Типа IP-IP Указываем Тот конец туннеля И этот конец туннеля Собственно, все Да, значит В Да Сервер Ремоут 10.0.4.3 Да Локал 10.9.0.1 Это на сервере Да, логично Спасибо Хорошо, что следите 10.4.0.3, конечно Вот так Да Обратите внимание, что это свойства Во-первых, тут создался какой-то еще один интерфейс под названием Tunnel Я не помню, кто это, что это такое Кажется, это универсальный интерфейс туннелирования Да нет, он тоже и ПИП Туннел Да Я не знаю, по какому принципу он создался Врать не буду Вот Знаю только, что на том уровне, на котором мы создаем туннель Создался туннель под названием IP-IP Вот Он по умолчанию ни к чему не привязан Никакому интерфейсу Потому что ему все равно Да Любой протокол IP-IP Полученный вот отсюда Вот между этими двумя хостами Будет превращаться в трафик внутри этого интерфейса Вот И этот интерфейс можно настроить Навесить на него какой-нибудь произвольный IP-адрес Ну, давайте Давайте это сделаем Да, во-первых, его надо поднять, естественно Вот А во-вторых, давайте на него навесим адрес Ну, скажем 192 168 Ну, не знаю 111 268 у вас получается У вас 268 Да Так Меня сразу отругают Вот Дев Да Вот Прекрасно Значит, такую же точную операцию Только с подменой Remote и Local Мы проделаем на другом конце туннеля Значит, вот это у нас уже будет Remote А вот это у нас будет Local Ремонт Вот Поднимаем его И настраиваем ей тоже какой-нибудь IP-адрес Какого-нибудь совершенно иного диапазона Как мы это сделали вот здесь Сейчас Вот здесь Да Только не точка 1 Ну, допустим, точка 2 Или точка 3 Ради прикола Раз уж там у нас все точка 3 Вот Обратите внимание, что Ну, как обычно При настройке сети У нас, значит Добавился адрес Этой сети Все такое Вот Самое главное, что Теперь мы можем взять И просто попингать Вот этот 10 Вот этот вот 111 Что при этом происходит на роутере Роутер видит пакеты типа IP-IP Он, правда, умеет их расшифровывать Обратите внимание на то, что он умеет их расшифровывать Вот он нашел пакет типа IP-IP А в нем нашел пакет вот такой И это SMP Но это просто свойство Просто свойство Как это правильно сказать? TCP-дампа Который умеет заглядывать в IP-IP пакеты Дешифровывать контент IP-IP пакетов И так далее Но на самом деле Если не заставлять его быть таким умным То наш роутер видит вот такой пакет Вот такого типа Вот Что можно сделать В доказательстве того, что этот туннель работает? Можно порезать какой-нибудь TCP на роутере Вот И, соответственно, напрямую работать не будет Это TCP, а через туннель будет Потому что он будет упакован Ну, понятно, там внутри будут туннели Туннель типа IP-IP Никому это не будет волновать Но мы это еще, наверное, попробуем Дальше Давайте сначала Давайте сначала подумаем вот над чем Предположим, мы хотим сделать через этот самый туннель Выход в интернет Чтобы, значит, наша машинка Вот эта самая клиент Все свои пакеты запихивала Вот в этот интерфейс Предназначенный для интернета И они бы уходили в интернет При этом те машинки, которые Между мной и концом туннеля лежат Они, значит, на это внимание как бы не обращали Ну или, по крайней мере, честно бы их просто маршрутизировали Ничего не делали Ну, понятное дело, что для этого нужно просто на сервере настроить этот выход в интернет Тут мы уже 10 раз это делали Вот Да Что там нужно NF-table нужно NF-tables нужно Запустить NF-tables Задать, значит, им Собственно Output Действительный Source NAT Да Что мы делаем Давайте сначала сделаем NFT Просто лист рули сет Чтобы посмотреть Какие у нас правила по умолчанию Я, короче, ленюсь Я просто добавляю В В нет фильтр То есть И нет Фильтр В Отдельную Да Отдельную Маску Которую будет, собственно, найти При выходе При пост-роутинге При пост-роутинге Будет НАТИТЬ Все Вот Больше ничего, кажется Тут в этом правиле нет Вот Новый чейн Под названием Маск А теперь нам нужно В этот чейн Добавить правила А какие именно Какие именно Значит Какие именно А, кстати, не тут Не факт, что он будет найти Да, это он только Type NAT Это правило говорит Что мы будем найти Так вот Если мы видим Что у нас пакет Происходит через Иташ 0 Вот То при пост-роутинге Он попадает В эту В чейн маск И будет, собственно, Выполняться Правило маскарад Вот Вот Нам, пожалуйста Самый простой способ Настроить Настроить NAT С помощью NF-tables Вот Это мы и сделали А вот теперь Возникает вопрос Итак, мы хотим Чтобы На клиенте У нас Default-роут Смотрел не На 10.4.0.2 А на конец туннеля Вот сюда Там 10 Не 102 106.8 111.1 Более того Мы, в принципе, можем Даже на SRV Это мы сейчас сделали Универсальный роутинг Да Мы можем на SRV Сказать Пожалуйста Только пакеты Пришедшие Из Из вот этого интерфейса Мне роутинга Помните, как это делает Этот Систем-денитворк-д Систем-денитворк-д Вы указываете NAT Не на выходящем интерфейсе А на входящем Со словами Вот пакеты из этого интерфейса На этот, пожалуйста Да Так вот Мы можем на нашем сервере Пытаться даже настроить Такой NAT Который NAT Только пакеты Приходящие Из этого интерфейса Только их Он найдет наружу Вот Для этого Мы на клиенте Наверное Хотим добавить Дефолтный маршрут Через Вот этот самый 192.111.01 Да Ну, если мы скажем так Что-то он нам не хочет Вообще-то нет По идее Он должен хотеть Давайте удалим Что-то мне не кажется Что так должно Дайте Может я что-то ошибся Да нет Все нормально Файл exist Говорит Да Здесь удались Ну, здесь удалим С раз одинаковыми Приоритетами Ну, может быть Да Этот удаляем Этот добавляем Все хорошо Пробуем Ну, в действительности Пинг не будет работать Вообще никуда Понятно почему Упс Пинг не будет работать Никуда Потому что Мы запихиваем Все пакеты в туннель Давайте посмотрим Что на ротере происходит В результате на ротере Не происходит ничего Что мы сделаем неправильно Мы запихиваем в туннель Все пакеты Включая туннелированные пакеты Да IP Road Get Road Road я сказал Get Через какой интерфейс Будет маршрутизироваться Каким способом Будет маршрутизироваться Пакет Предназначенный Для конца туннеля Упс Хорошо Через какой интерфейс Будет маршрутизироваться Пакет Предназначенный Для настоящего Конца туннеля У которого есть У которого есть IP-адрес Мы завернули пакеты Да, соответственно, именно А вот это уже неправильно У нас есть трафик между 10.4.0.3 и 10.9.0.1 Но наши маршрутизационные правила говорят Запихивай его в туннель Так работать не будет Что можно сделать? Можно пробить, просто взять и добавить явный маршрут до конца туннеля IP Road Ant Что у нас там? 10 Ну, скажем, все те же 0.0.0 Ну или нет, давайте будем идти честными 10.9.0.1 ВИА 10.4.0.2 Да, вот мы удалили когда-то вот этот маршрут по умолчанию А зря Потому что маршрут до всего, что лежит в нашей локальной сети А не в интернете Вообще-то через него раньше шло Вот и сейчас оно через него должно идти А вот теперь все, я вангую Давайте посмотрим Должно заработать Вот Ой, нет, он закеширован А 9.0.2 10.0.1, конечно О Ну-ка Сейчас А здесь Пинг работает А здесь Машрую, которую 10.9.0.2 Не надо удалить? Да нет, наверное Он же тоже он же И он лишний, конечно Давайте посмотрим TCP dump Минус ETH 0 Чего мы еще не доделали? А, реплай не идет Ну давайте тогда не через него Какой-нибудь YARU 1.1.1 Пингается у нас Да, спасибо Спасибо CloudFlary Вот За универсальный сервер Ну вот, видите Значит Вот теперь оно работает Вот теперь оно работает Да Ну да Потому что Я не знаю Есть ли там контроль рекурсивности Не оборачивались ли они В еще один уровень И снова отправлялись туда же Ну вряд ли Вот Наверняка Ну у них, слава богу, есть Time to live Они в конце концов умрут Вот Или там даже есть какой-нибудь контроль На этот счет Но в любом случае Они никуда не ушли Просто потому что не смогли Вот Ладно, идем дальше А, вот как я и предлагал Давайте зарежем На роутере TCP Прямо-то реально, скажем Что там А, NF-Tables включим Вот И прямо вот в эту самую В какой-нибудь forward Поскольку мы запрещаем Форвардить Ну, в смысле Запрещаем Мушетизировать TCP Трафик Прямо в какой-нибудь forward Добавим Тупое правило TCP reject Вот Теперь у нас Не будет работать Какой-нибудь Попытка подключиться К SRV По какому-нибудь порту Вот Причем она прям Не будет работать совсем 10-9-0-1 А, СССР какой-нибудь 10-9-0-1 Видали? Да? Почему? Потому что нам refuse Это вот видите написано Reject Reject Это значит по 7p Присылается ответ Там анричи было Или что-нибудь такое Вот А вот так вот Будет работать 192 168 111 Работает Такие дела Вот Вот вам туннель Значит Несколько замечаний Замечание номер один Главное Мы уже с вами Столкнулись С проблемой Разделения Маршрутов До конца Туннеля И До вообще Локальных сервисов И в остальной интернет В случае Если VPN Используется Не как VPN Не как доступ К некоторым К некоторой Локальной Внутренней сети Для того Чтобы там получить Ну не знаю К внутренним Службам Прямой доступ А как выход В интернет В случае Если VPN Используется Любой туннель Используется Как выход В интернет Нам нужно Обеспечить Цельность Самого туннеля Для начала Вот И проблемы Связанные С конкретно Этим Вариантом IP Овер IP Значит Нам нужно На каждого Клиента Если мы Предполагаем Что у нас Таких клиентов Много Не просто На каждого Клиента Интерфейс Заводить Да Условно говоря Вот у нас На SRV Есть интерфейс Под названием IP IP 0 И он Соответствует Клиенту Клиенту Вот этому Самому SRV Да Но еще И у каждого Интерфейса Должен быть Отдельный IP адрес На самом деле Нам Совершенно Не обязательно Было делать Slash 24 Вот здесь Вот Потому что У такого Клиента Всего Два Конца И нам Можно Было Сделать Slash 31 Там И Peer-to-peer Соединение Вот Потому что Все равно Больше Клиентов Тут Не будет Не очень Удобно Когда Мы Вот их В количестве Таких Заводим Дальше Что еще Нету Никакого Шифрования Авторизации То есть Сам факт Настройки Как видите Роутер Отлично Видел Какие Мим Пакеты Проходят Соответственно Возможно Для Доступа В частную Сеть Это Не Очень Хорошая Идея Была Вот Ну И Еще Одна Фишка Все Таки IP IP 0 Это Такой Модельный Туннельный Интерфейс У которого Нету Мак Адреса У которого Как мы Видели Только Peer-to-peer Возможна Настройка Сети И так Далее Значит Как Можно Из этого Положения Выйти Ну Для Начала Давайте Посмотрим Такой Естественный Шаг Который Решает Только Последнюю Проблему А Не Все Подряд А Именно Сделаем Более Настоящую Сеть У которой Будут Ходить Не IP Пакеты А Фреймы Все Что Нужно Это Пускать Через Вот Этот Наш Трафик Который Носитель Пускать Не IP А Фреймы Вот Таких Пакетов Какой-то Немысли Вернее Таких Туннельных Протоколов Кстати IP Туннельных Протоколов Немыслимое Количество Я не знаю Зачем Их Столько Напридумывали Ну Правда Их Очень Много Давайте Значит Выберем Из них Какой-нибудь Который Используется Достаточно Часто Ну Например L2TP L2TP Если Расшифровать Так и Будет Level Atul Tunneling Протокол То есть Протокол Туннелирования Пакетов Уровня 2 Стал Быть Уровня Вот Значит Там Вводится Некоторое Количество Уровней Сложности Вложенности Простите Косвенности Да У нас Будет Так У нас Будет Сервер СРВ У него Будет Туннель Как-то Пронумерованный Например Номер 300 Который Будет Висеть На 500 Порту Кстати Сказать В качестве Лэйра Будем Использовать Не IP А UDP Просто Потому Что Можем В принципе L2TP Может быть Овер IP Но пускай Будет Овер UDP Нам Почему-то Так Больше Нравится Вот Номер Туннеля 300 Порт 500 На клиенте Номер Туннеля Будет 400 Порт 6 1000 Просто Потому Потому Что Нам Так Захотелось Это Организация Лэйра Внутри Этого Лэйр Есть Один Уровень В космосе Называется Сеанс Соответственно У СРВ Сеанс Будет Номер 100 А у Клиента Будет Сеанс Номер 200 Понятное Дело Что Реальные Значения Вот этих Чиселок Всех Зависит От того Как Мы Оперируем Этим Л2ТП Но Мы Поскольку Все Это Делаем Вручную А не Генератор Пускай Будет Так Значит 300 400 Это Идентификатор Туннеля На Одном Конце На Другом 100 И 200 Это Идентификатор Одного Конкретного Сеанса В рамках Этого Туннеля На Одном Конце На Другом А Порт 5000 На Серве Под 6000 На Клиенте Ну Что Вот Значит Мы Добавляем Так Для Этого Нам Нужно Наверное Перегрузим Их На Всякий Случай Это Быстро И Безболезненно Вот Значит Настройка Такой Более Сложный С Двумя Уровня Косменности Система Будет Чуть Более Долгая Но Ненамного Вот Команд Чуть Чуть Больше Вот Значит Давайте Читать Итак Добавляем Прямо Протокол Л2TP Добавляем Туннель По Протоколу Л2TP С нашей Сторон Называется 300 С Их Ней Стороны Со Стороны Пер Называется 400 Носитель Encapsulation UDP Local Как обычно 10 0 9 1 Опять 10 9 0 1 Да Это Старая схема Я когда Раньше Придумывал Раньше Они у меня Были по-другому 9 Потом Потом Это Второе Число Тоже Для чего-то Использовал Клиент API 10 4 0 3 Source Порт 5000 Destination Port 6000 Бубух А Алта Нет Чего Кто Сказал Не только Зан Речь Был А Нет Да Потому что Роуд Да Правильно Видите Когда он Начал Организовывать L2TP Он сразу Определил Что Нам Вообще Некуда Посылать Эти пакеты Потому что Destination Непонятно Где Он Анрич Теперь Он Анрич Что Там Шоу Туннель Ну Вот Туннель Чистенький Красивенький Хорошо Добавим Туда Соединение Сеанс К Туннелю 3000 Добавим Сеанс Под Названием 100 С Указанием Того Что Удаленный С той Стороны Сеанс Будет 200 Вот Эти Числа Могут Одинаковыми Для Нашего Удобства А могут И Не Быть Еще 1 2 ТП Там Такое Количество Уровней Косменности Ровно Для Того Чтобы Можно Было Градить Автоматические Схемы Раздачи Этих Конфиг Там Генератор Вот Давайте Посмотрим Что У Нас Ну Вот Еще Офсет Какой-то Нет Про Офсет Я Ничего Не Знаю Обратите Внимание Что В результате Добавления Именно Сеанса Возник Временно На Время Работы Сеанса Интерфейс Под Названием L2 T Pet L2 T H0 То есть Конкретно Некий Сетевой интерфейс У которого Обратите внимание Есть MAC адрес И вообще он выглядит Как обычный Сетевой интерфейс Несмотря на то Что он виртуальный Почему? А потому что Может говорить Что мы фреймы Будем гонять У них будет Одинаковый Еще и Этот самый Ну короче Они будут Как будто В одном Ethernet Ну давайте Вы еще и настроим Давайте Вы еще и настроим Да Все Человек замерз Та же самая Картина Что у нас Была раньше Только вот Через этот канал Все Вот теперь Уже прям Полная Полная Красота Сделаем То же самое На клиенте Давайте посмотрим Давайте поднимем Вроде бы он меня Так сразу Заработал Ну Лтп Да Вот этот L2 Up Да Его надо было поднять Спасибо Вот Давайте пройдем Все ту же самую Работу На клиенте С условием Того Что Ну Во-первых Вот это Во-вторых IP Road Add Default Via 10 4.0.2 А кстати Не будет О Работает А почему Я там Road Что не забыл Сделать А Не забыл Вот Обращаю ваше внимание Что весь набор Команд Который мы сейчас Проделываем Он В точности Копируется Это опять Симметричная Абсолютно Симметричная Картинка Он точно Копируется С сервером Только не надо Забывать Менять местами Он И я Вать Да Значит Теперь С той стороны Будет Ну давайте Ради прикола Ради прикола Даже вот так Сделаем Да Чтобы было Прямо понятно Что мы на что Заменили Значит Давайте смотреть С нашей стороны Будет Идентификатор 400 А с их Стороны 300 Ремоут У нас Будет 10 9 1 А Локал У нас Будет 10 4 0 3 Udp Source Порт У нас Будет 6 тысяч А Destination Порт У нас Будет 5 тысяч Просто Симметричная Настройка Абсолютно То же Самое С тем Самым С Сеансом Представьте себе Что у вас Вот этот Короче Что вы работаете Сервером Вы раздаете Интернет Людям По l2tp Которые Некоторые Звонят Вам По dial-up Некоторые Локалки Некоторые Значит Еще Как-то Их Надо Всех Как-то Категоризировать Надо Как-то Учитывать Их Трафик Надо Как-то Учитывать Время Их Работы Вы Еще На Деньги Выставляете За Это Разные Категоризации Потом Внутри Будут Сеансы Потом Внутри Сеансы Все Они Могут Одинаковыми Для Секрет Да При этом На Клиенте Они Все Одинаковые Да Вот Ну Слушайте Четыре Команды Это Скриптуется Главное Да Главная Идея Как раз В том Что Это Не Просто Скриптуется У вас Может Какой То Алгоритм Который Все Эти Чиселки Заранее Сгенерит Их Раздаст Веером Всем Вашим Клиентам И все Заодно Дхцп Конфиг Дхцп Конфигурирует Чтобы с той Стороны Еще и Дхцп Запускалась И получала Тайп Адрес Автомат Вот Так Смотрим Сюда Это Клиент Значит С нашей Стороны Идентификатор Должен быть 200 200 А 400 300 400 Да 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 Туннел 400 Вот Сеанс С нашей Стороны 200 С их Стороны Тясен 100 Кажется Я не ошибся Вот Ну что Попробуем Во-первых Сетап Да IP Link Set L2 L2tp Up IP Adr Ad Dev L2tp Adr 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 2 ну барабаны бой it works что видит роутер все родор потерял способность декодировать все это безобразие уголь существенно по какому-то шестичную порту какой-то дп лезет то есть он возможно даже знает что это в 2 т.п. но поскольку порт непонятно какой он не имеет возможности проанализировать сделать какой-то дп который бы сказал не это льда в т.п. трафик мы сейчас туда 20 ну то есть нет теперь конечно есть возможность а вот по умолчанию вот она работает значит обращаем ваше внимание на две вещи во первых естественно вся та же фигня с маршрутизации по умолчанию лучше не стало понятно для того чтобы сделать выход в интернет нам нужно этот маршрут сделать наиболее максимально четким а именно маршрут на 10402 вот я же беру вы замерзнете ну короче маршрут на 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 тот конец туннеля на 10 нужно сделать максимально четким ну и так далее то что мы делали в когда делали пипи вот во вторых чем отличается эта схема от предыдущий почему она такая развитие почему ее любят интернет провайдеры потому что мы можем у каждой интерфейсе mac адрес мы народ пошел деваться я надеюсь что народ пошел деваться но один из них точно пошел деваться я уверен мы видим да что у каждой интерфейсе есть mac адрес что таблицы матри мак адресов здесь вполне себе составляется вот вот она мы можем вместо такой простой схемы которую мы сейчас наладили руками сделать более сложную схему мы можем автоматически подымать для каждого нашего клиента соответствующий интерфейс и объединять все эти интерфейсы добавлять их в бридж а она были же повесить один единственный ip адрес теперь мы это можем сделать потому что у нас настоящие фреймы гуляют вот значит соответственно если мы так сделаем то у нас администрирование все этого все это безобразие стороны сервера сервер уже превращается в настоящий сервер у него другая немножко инфраструктура да он создает для каждого клиента по интерфейсу потом их бриджует и надо не потом добавляет бридж а бриджа у них единственный и у всех клиентов получается единственный одинаковый ip адрес сервера короче говоря некоторые сетевая топология получается достаточно нормально и красиво поэтому собственно я в своей жизни видал довольно много интернет провайдеров особенно таких локальных которые раздают интернет как раз через туннель или 2тп вот самолично руками настраивал в конце лекции будет на эту тему не смешной они будут вот я с вашего позволения не буду сейчас экспериментировать с вот такой вот штукой хотя спасибо спасибо как это арчу за хорошие инструкции есть вполне простая и отличающийся только двумя командами от на от того что мы сделали инструкции как настроить именно биджет интерфейс до т.п. вот давайте лучше перри пойдем дальше коллекцию на сегодня последние в час уже прошел до понастраиваем варгард варгард значит что такое варгард варгард такой модный современный vpn и вот моден он тем что он очень простой в своей так сказать структуре вот реально он вот клиент варгарда существует под все подряд вы его ставите на android на винду на телефонку короче куда угодно и он работает вот идея под варгардом ровно та же есть у дп пакеты с каким-то пейлоудом скорее всего этот пилот этой пи все-таки гонять фреймы это для любителей прям совсем настоящих сетей да вот а так то в общем гонять фреймы это понятное дело некоторая overkill over забыл что паразитная нагрузка оверхеда правильное слово спасибо вот зато варгард это асимметричное шифрование то есть он достаточно крипто стоит вот там правда такое очень смешное асимметричное шифрование мы же с вами помним что закрытый ключ и открытый в том же ссх это два совершенно независимых числа и сделать одно из другого нельзя каждый а из закрытого можно открытый ну вот варгарде тоже можно из закрытого сделать открыть мы сейчас будем этим заниматься вот ну вопрос в математике ну да кажется можно вы правы это я туплю ну и хорошо значит вот варгарде может делать за счет во первых защита асимметричным шифрованием вы просто раздаете вашему клиенту ключик он этот ключик подкладывает в варгард клиент и все вот чисто теоретически ключ можно еще защитить пас фраза то что называется пришел кей psk да то есть вы подкладываете ключ говорить ему пас фразу чтобы значит у вас ключ не украли случайно да и работаете вот ну собственно все в линоксе для этого стоит вообще отдельную утилита называется в г варгард вот утилита варгард собственно управляет всякой инфраструктурой работы с этими самыми варгардными ключами вот в г мы с вами начнем с некого такого мелкого линуксового извращения а именно как одновременно сгенерировать закрытый к и открытый ключ сразу поскольку закрытый ключ открытый ключ как был только что сказано получается из открытого то хотелось бы конечно запустить обе утилита вот в варгард генки у нас сгенерит закрытый ключ такой вот закрытый ключ я его тут же пропалил на весь интернет на весь на youtube вот значит чем мы хотим мы хотим чтобы он на экране появился и закрытый открытый ключ одновременно значит мы его делаем ну как маленькие достаточные давайте посмотрим крипто стоит сколько там символов 32 32 нормальные ключи если был у вас такой пароль не ну мы знаем да что ключи для асимметричных швы они должны быть гораздо больше но там еще небось небось и эллипс под капотом эллиптические шифрования до сих пор не научились индексировать поэтому там достаточно маленького ключа начнутся научиться их индексировать тогда будем думать за счет чем мы делаем в линдукте слава богу есть такая штука как def stdr и мы туда просто перенаправим это открытый ключ ну раз фор как идти да вот один поток уйдет в stdr а второй идет дальше на обработку и дальше мы скажем в г папке который сгенерирует из закрытого ключа открытый вот сверху закрыт снизу открыт такое нехитрое извращение линуксово и довольно удобно и в практике мы им сегодня будем пользоваться не раз а два значит давайте ради прикола будем настраивать все не вручную с помощью утилиты варгард хотя она достаточно простая вот я же точно помню что я где-то писал как это настраивается ну ладно бог с ним варч точно написано как это сделать вручную давайте ради прикола попробуем настроить не ручную а с помощью систем дни тварг д потому что он варгард умеет вать то есть мы берем вот здесь вот прям вот все переделываем да значит я для простоты для простоты заранее сделал файлы чтобы их можно было скопипастить не обойдемся потому что у нас дхцп а у нас дхцп нету можем и без ребута обойтись но у нас ребут очень быстрый никого это особо не волнует так что мы здесь сделали мы получаем дхцп мы включаем api forwarding потому что его надо случае случае этого самого включать в случае систем д да теперь внутреннюю сеть давайте настроим тоже систем дой что там в конце в конструкции абсолютно ничего особенного кроме вот этого смотрите дополнительного роута помните значит мы каждый раз делаем дополнительный маршрут чтобы знать где у нас 10 4 лежит вот это можно сделать с помощью систем д просто указав сноу роут и говорить говорить через за что куда вас ну вот так ну тут видите еще вот l2 tp сейчас мы удалим вот мы же можем вот так сделать по узнаю систем д смотрите сколько она носовала всякой интересной хрени вот помните да систем д там есть какие-то какие-то наколенные скрипты которые например делают вот такие вот вещи у нас дхцп днс днс у нас есть этот днс на всякий случай в качестве в качестве точного маршрута ну вот а вот кстати кстати именно с этим и связана вся вот эта история с которым сейчас возим возьмемся ну вот ротер мы нам трогать вообще не будем потому что он ротит и ротит да он нам нужен только для того чтобы вот а на клиенте мы сейчас тоже перенастроим нетворк и и сейчас будем настраивать варгард так неправильно вот надо сказать что у нас с вами прошивка с которой мы работаем она основана на 10 платформе линейки дистрибутивов alt и это довольно старая штука там у нас систем д 240 какой-то вот 249 к сожалению полностью не полностью а решили эту задачу систем д в версии начиная с 250 но там было слишком много изменений в десятую платформу 250 систем да не войдет вот у нас прямо сейчас идет выпуск начинается выпуск 11 платформы так что в следующем году если будет аналогичный курс он уже будет на 11 платформе то будет 250 систем д в нем будет чуть-чуть получше знаете с чем с выходом в интернет через вы поэт они его там решили вот вот так вот как то через полис и роутинг дополнительные таблицы но решили вот а мы с вами решим руками вот значит предположительно все сейчас должно работать вот а здесь тоже надо удалить хорошо что можно взять ту же самую команду поменять 1 на дел и все будет хорошо вот да все нормально теперь давайте настраивать в арбат а вот здесь вот написано как она делается в руками да но поскольку мы руками делать не будем а будем сразу делать сенденит орды то давайте только глазками посмотрим мы говорим а пилинк от нужно создать новый интерфейс type варгард варгард это спаде ну как бы поддерживаемый ядром тип поэтому а пилинк так работать настраиваем адрес добавляем параметра варгард сервера вг сет интерфейс дальше listen порт порт приводки и путь до ключа с вот этим путем до ключа возникнет некоторый казус мы сейчас приватный ключ положим прямо в конфиг который будет доступен всем для чтения так делать не надо вот но там можно написать вместо приватный ключ на можно писать приватный ключ файл спрятанным ключом и тогда в этот файл спрятанным ключом можно уложить специальное место которое может прочесть только варгард ну и тогда вот и параметры это параметры сервера а это параметр подключения да значит пир такой-то ключ открытый пира такой-то и какие айпишники ему разрешаются вообще через варгард передавать all type из все вот та же самая история на клиенте только клиент еще и ничего не слушает он только подключается к серверу соответственно мы говорим сет интерфейс пир ключ end point куда подключаться адрес порт все вот значит давайте но мы решили настроить систем да не торги ну что ж создаем сначала файл нет дев не дев как вы помните это то что она аналогично команде айпи линк да мы создаем девайс вот значит мы создаем девайс в этом девайсе у нас что должно быть давайте мы потихонечку будем копипастить и рассматривать девайс называется в г это номер имя интерфейс никого не волнует тип у него варгард то есть айпи линк от чего-то такое так варгард транслируется один в один начинаем настраивать сам варгард вот такая типичная систем деш на я фишка соединяем группируем настройки по задач на между тем это настройки разных утилит да вот мы знаем что можно настроить там роутинг одновременно с айпи а тут мы настраиваем сам воин лесен порт ну какой порт какой мы хотим порт 5000 там не будет у меня пример порта не будет значит сервер слушать на 5000 еще раз ой это был клиент там не нужен ли сен порт хорошо давайте на сервере там разница не велика но окей так а 5000 ладно приводки приводки мы тут не сгенерили часом не сгенерили окей давайте мы пока опустим потом сейчас все все впишем приводки нету значит я советую делать вот так потому что публичный ключ сервер вам понадобится знать часто его конечно можно изготовить из приводки а можно и сохранить просто в конфиг файле вот это комментарий в начале если что вот и соответственно опишем один пир вот как то так вот значит обратите внимание что для клиента вообще написано all type и ровно 11 айпи адрес его собственный клиентский никакие другие давайте я посмотрю праву type и это где вот не исключено что ему надо говорить ну ладно пока что пока что то значит что нам нужно сделать нам нужно вот эту вот волшебную командочку выполнить а именно получить публичный и секретный ключ нашего клиента нашего сервера вот они сверху секретный снизу публичный вот значит сверху секретный снизу публичный это секретный ключ это публичный ключ который можно как мы выяснили сделать и секретно но пусть лежит проще копипастить бы вот значит нам нужно еще будет настроить клиента но это чуть позже это был нет дев файл теперь нетворк файл но с нетворк файл все просто с нетворк файлом все просто маш нетворк вот я точно правильно сделал зачем нам этот вот вот это ну зачем а это это обычно нетверк я теплю это обычно нетворк мы его же сделали я туплю 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 не туда намотал Вот. Да, с VG Network все очень просто. Матч, адрес, все. А почему off? Видимо, потому что никто еще не приконнектился. По крайней мере, я не вижу не work, потому что не work. Потому что не work. Работа не work. Нет, работа не волк, а работа work, как известно. Да, волк это ходить, а работа это work. Вот, вот теперь должно работать. Во. Во. Ну вот, мы еще не настроили там, кстати, обратите внимание, мы не настроили ключ клиента, но нигде никаких ошибок не было, кроме в журналах. Вот типичный, типичный, да, типичный. Вот видите, да? Причем это архитектурная штука. Утилита дергает сервис, сервис пишет в лог, утилита не может на основании какого-то там, какой-то записи чего-то в лог принять решение, что возникла ошибка. Нету такого API, который бы от сервиса, утилита, который им управляет, вернула бы ошибку. Его просто нет. Поэтому смотрите всегда в лог. Видите, вон она, красненькая. Мы еще не настроили. Давайте такую же историю с клиентом сделаем. Значит, на клиенте вся та же история. Ну тут-то мы сделали клиент. О, сделали, отлично. На клиенте вся та же история. Это не Дев. Приватный ключ где-то у нас тут наверху был. Давайте его найдем. Вот он. Публичный ключ. Можно запасти, хотя мы уже видели, что его можно изготовить и так, из приватного. Вот, там кажется, равно в конце нету. Нет, есть, все нормально. Что еще? Теперь, значит, про то, куда он коннектится. Ну, здесь пишем, что сеть у нас только 111. Ключ сервера. Скопируем отсюда. Не отсюда. Вот он. Ровно ради этого он тут существовал, чтобы каждый раз не запускать туда, здесь утилиту, папки. Вот. И, собственно, яндпоинт, да, к кому коннектится. Хостпорт. Давайте посмотрим, какой там хостпорт. Порт 5000, а хост у нас 10901. По-моему, так. Боюсь соврать, но кажется, кажется, ой. Что-то я тут наредактировал немножко. Надеюсь, я не все, да, 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 добавился, спасибо. Сейчас ему уже все удалили. Вот, значит, вот этот публичный ключ ему надо отдать серверу, иначе у нас ничего не заработает. Нет, это нетворк, а нам нужен нетдев. Вот. То есть он пока получается каждого клиента в нетдеве? Да, сейчас мы каждого клиента руками делаем, это правда. Дело в том, что там такая же примерная история. Сейчас, секунд. Что-то он не... А, у нас нетворк еще нет. Work. Да, у нас еще нет нетворка. Но тут все очень просто. Так. А там у нас был от слэш 1, да, я надеюсь? Да, был слэш 1. Вот. 68, 111, 1. It works. Что видит роутер? UDP-шки. Он видит UDP. UDP туда, UDP сюда. Вот. Как я собирался. Такие дела. Значит, чем эта схема хороша? Эта схема хороша... Значит, чем эта схема плоха? Да? Мы опять вернулись к ситуации, когда у нас на каждого клиента по одному интерфейсу. Но это потому, что мы руками настраивали через Systemd NetworkD. Там очень простые настройки. Вообще никто не гарантирует, что всю сеть можно настраивать через Systemd NetworkD. В действительности большие варгард сервера настраиваются путем настройки самого варгарда. Там у него есть собственные конфиги, которые не только так генерит на лету. Вот. И если пойти на тот же Arch, там можно почитать, как варгард настраивается. Вот. И вот там-то, в настройке самого варгарда, можно указать, что у вас один интерфейс приемный и много пиров под ним. Это можно сделать. Ну, собственно, это можно сделать даже вот здесь. На самом деле я соврал. Да? Кто мешает здесь написать еще несколько пиров? Они будут все в этой сети, они будут все на этом интерфейсе сидеть. Вот. То есть проблему номер 0, которая у нас была в случае IPIP, в случае варгарда, решается очень просто. Это свойство протокола варгард. Получать эти UDP на один и тот же интерфейс. Вот. Все остальное, да, руками. Мы руками указываем вот. Значит, знаете, что еще интересно? Сейчас. О! Видите, желтенькое. Это вот то самое. Мы закрытый ключ положили в файл, которого, а права 6.4.4, он доступен на чтение для всех. Вот. И вот тут начинаются вот такие вот пляски, если вы только не сделаете там, конечно. А кому он должен быть наступен на чтение? Давайте сделаем его 600. Ну, в смысле, ОГ, минус РВ, ЕДС, СистемД, Нетворк и так далее. Знаете, что произойдет в результате? Никогда ни за что не догадаетесь. Причитайте, а не сложно. Правильно. Потому что файл это трута, а варгард запускается с правами варгард. Если мы сейчас скажем рестарт, как обычно, все хорошо, все в шоколаде, но нет. Вот. Значит, после небольшого эксперимента выяснилось, что его нужно сделать... Сейчас скажу как. Нет. Интересно, интересно. А, да. Его СистемД, Нетворк Д не может прочесть. Поэтому надо сделать его групп-readable. Групп-readable. Г плюс Р. И CH-GRP СистемД, Нетворк, Нетворк. То есть, с теми правами, с которыми запускается Нетворк Д. Давайте посмотрим, что у нас в результате получилось. Вот. Вот в этом случае, да, он достаточно защищен, потому что только члены систем, группы СистемД Нетворк, а кажется, в ней, кроме Нетворк Д нет никого, смогут читать этот файл. Вот. И при этом они его читать смогут. Давайте сделаем рестарт. Да, вот они вроде молчание, и я думаю, что пинги опять заработали. Да. Вот. Значит, у нас осталось совсем немножко времени. Сколько у нас времени осталось? Минут, ну, минут, сейчас, а начали мы в 35, да? Вот. Значит. А, слушайте, давайте мы настроим выход в интернет. Вот, через Нетворк Д. Значит, смотрите. Вот тут есть ссылка на Нетворк 250+, где сказано, что есть специальный способ настроить вайргард таким образом, чтобы рутейбл, тралевали и так далее. Сразу скажу, что этот способ непростой. Они заводят специальный, еще один альтернативный рутинг тейбл, то, что называется полиси роутинг. У нас была лекция, да? Вот. И настраивают все завайргарженные пакеты, что они маршрутизируются через этот рутинг тейбл, а потом, когда вайргард останавливается, этот рутинг тейбл удаляется. Это удобно, но это довольно такая громоздкая конструкция с точки зрения ручной настройки. Поэтому это встраивается во всякие странные костыли типа VG-квик. VG-квик – это такой здоровенный shell script, который сам все настраивает вот так вот. Вот. Значит. Ну и так далее. В общем, эта таблица, эта проблема решена, как-то решена в 250 плюс систем D. В нашем случае она не решена, поэтому будем решать ее руками. Руками решать мы будем очень просто. Мы, значит, как обычно, на сервере включаем маскарадинг. Заметьте, как я и обещал, только на интерфейсе с вайргардом. Соответственно, только люди, принесшие пакеты отсюда, могут быть заначены в интернет. И, в общем, на сервере больше ничего не нужно. А, нет, на сервере, наверное, нужно... NF-tables включить. А, он включен. Мы видим вот эту вот странную конструкцию, которую систем D добавляет в качестве NATA, source NATA, но с внутреннего интерфейса. И вот, в общем, она понятная. Вот этот фильтр. Этот фильтр применяется где? На пост-роутинге. Все достаточно просто. Вот. А, да, и вот здесь, на при-роутинге. Если да, то мы вот... Вот. В общем, ну, он один более и более сложный, чем то, что мы делали руками. Ну, был бы с ним. Ну, оставим это на совете систем D. Наверное, это более удобный способ. Действительно, какой еще способ сделать так, чтобы только входящие из интерфейса? Оттуда пакеты вот там начались. Их надо там пометить, а там занайдить. Ну, на при-роутинге их надо пометить, а на пост-роутинге их надо занайдить. Не занайд. Даже не на при-роутинге. Зачем? Можно спросить. А если пакет пришел с вот такого интерфейса? Действительно. Не знаю. Тогда не знаю. Возможно, это нужно для того, чтобы эту таблицу можно было удалить, а не вхакивать и выхакивать правила. Не знаю. Вот. А вот наклинеет нам придется сделать то же самое, что мы делали руками в прошлый раз. Смотрите. Мы должны добавить... Так, здесь ничего не надо. Да, здесь ничего не надо. А вот здесь вот надо. У нас есть маршрут по умолчанию. К сожалению, этого не хватит для того, чтобы... Нам нужны два маршрута. Есть два варианта. Первый вариант, который мы сделали в прошлый раз, пробить вместо маршрута по умолчанию маршрут конкретно до 10.9.01. Мы сейчас воспользуемся другим вариантом. Мы оставим маршрут по умолчанию. Ой. Вот. Мы оставим маршрут по умолчанию. Но поставим ему метрику побольше. Он будет менее приоритетный. А если у нас есть маршрут по умолчанию... Сейчас. Тут что-то неправильно написано. Мне кажется, вот это не нужно. А нет, это... Это нужно. Короче, вот это нам не нужно. Достаточно вот этого. Я не знаю, зачем я здесь метрикой игрался. На самом деле ничего хорошего. Так. Мне кажется, это не нужно. Поскольку я все равно там... Поскольку я все равно там вписал... Вписал вот этот четкий маршрут. Вот. А! А, извините, маршрут по умолчанию-то где? А, ну мы его хотели... Мы его хотели вбить в этот самый. Вот там он и должен быть. Да? Вот здесь. Так. Вот. И all it ip's какой-нибудь, да? Мы же у нас тут вот так вот. Давайте мы его заменим на весь интернет. Кажется так. Вот. Значит, что в результате этой трансфигурации должно получиться? У нас должен получиться маршрут по умолчанию через 191-168-191, но более четкий маршрут, явно определенный, до конца нашего гейтвея, конца нашего туннеля. Да? Вот здесь. Вот. Давайте попробуем. Итак, маршрут по умолчанию через туннель, маршрут до 191-168-191, через 10-4-0-2. Вроде так все как надо. Мы резолс с вами не настраивали. Работает DNS. Как он работает? А так вот через роутер наш все еще ходят UDP-шки страшные, а здесь они распаковываются, натятся и уходят туда. Ну, короче, все работает. Вот. Даже. Да. Сейчас. Нет, я забыл, как он называется. Здесь мы сделаем яру, там же нам выдат. Ой. А почему у нас не работает? Что я сделал неправильно? Пинг работает. А. Все работает, на самом деле. Да. Я забыл два раза Enter нажать. Это же, это же, это же HTTP. Ну вот. Значит, чтобы закрыть эту тему, давайте посмотрим. Да, значит, дожидаемся, смотрим, что будет в 250-м. Значит, анекдот обещанный. Анекдот называется Russian VPN. Значит, покупайте вымылись под названием D-Link какой-нибудь. Это дело происходило, соответственно, в нулевые годы примерно. В середине нулевых. Может быть, начале десятых. Нет, в начале десятых точно. Выясняется, что ваш провайдер раздает вам интернет через L2TP, тот самый L2TP, который мы с вами уже смотрели. То есть вы включаете, значит, свою мыльницу, она получает по D-HCP какой-то адрес, ваш компьютер получает по D-HCP какой-то адрес из внутренней сети вашего провайдера. Там даже работает какой-то DNS. Плохо работает, потому что вы еще к интернету не подключились. Вас видна только внутренняя сеть. Потом вы заходите на сайт провайдера, который где-то там тоже есть внутри у вас. Платите. И вас получают, вам выдают логин и пароль для L2TP. Вы заходите по L2TP. И, значит, к вам приезжает маршрут по умолчанию в интернет. После чего все, конечно, перестает работать, потому что к вам приехал маршрут по умолчанию. Нормальный провайдер, поскольку у вас D-HCP, он бы в D-HCP встроил получение маршрута до конца туннеля, как рут. В D-HCP такое умеет. Д-HCP такое умеет, но какие-то железки, используемые российским провайдером, как сейчас помню, в ампелкон, а до в ампелкон, как оно называлось-то. Уже не помню. Забыл. Ну, короче, был такой провайдер, который купил какие-то железки, и эти железки в это не умеют. Значит, нужно как-то так, чтобы маршрут до конца туннеля сохранялся после того, как приезжает маршрут по умолчанию. То есть маршрут по умолчанию преобразовывался бы в маршрут до конца туннеля и сохранялся. Окей. Вы узнаете этот самый маршрут конца туннеля, прибиваете его в статические маршруты прямо пальцами в вашу мыльницу, в маршрутизатор, перезапускаете, ДНС не работает. Почему ДНС не работает? Потому что ДНС-сервер тоже был внутри, но еще в какой-то левой другой сети. Окей. Вы узнаете, значит, этот самый адрес ДНС-сервера, прибиваете его туда. Но, когда вы в следующий раз включаете, выясняется, что в зависимости от того, в какую зону вы подключились, вот этих пулов ДХЦПшных, у вас разные адреса ДНС-сервера. Короче, вы идете на форум. Карбина, я вспомнил. Карбина телеком назывался этот провайдер. И там такие, значит, из десятков IP-адресов, вот по Москве, какие бывают пулы, значит, этих самых ДНС-серверов и Л2ТП-туннелей. Вот. Короче, вы задалбываетесь. И в конце форума говорит, у вас ДЛИНК, вам повезло. Заходите на сайт ДЛИНК и скачиваете прошивку с, там, столько-столько-то точка.ру, прошиваете ее в эту прошивку, у вас появляется в веб-интерфейсе крыжек под названием Russian VPN. Вы на него давите, и он там, там же Линукс на этих всех маршрутизаторах, там просто на шеле написано буквально ровно это. Есть ДНС, окей, сформируем, значит, дефолт, это самое, IP-road-ад, значит, адрес ДНС-а via дефолтный ваш сервер старый. Есть, значит, этот самый дефолтный сервер, сформируем конец туннеля, прям руками в Shell-скрипт IP-road-ад делаем. И вот с ничего не все работает. Вот. Как это работало в других операционных системах, как вообще эта железка работала с другими железками, я не знаю. Да? В протокол IP вот всего этого Russian VPN-а не входило никогда. Вот. Тем не менее, почему-то это вот у кого-то как-то работало. Такие дела. Вот. Сейчас, кажется, нет, по крайней мере, я достал свой старый, старый Делинковский роутер, поискал там крыжика. Но там есть крыжик, похожий на Russian, просто называется не Russian VPN, там что-то такое, кип, что-то роут, вот это вот все. Вот. Но, повторяю, это не свойство самого протокола, так оно не работает. Значит, осталась одна минута. Что еще есть в плане туннелирования? Есть IPsec. IPsec – это очень-очень старая и такая проверенная временем технология. Вот. Весьма сложная, с такими мощными алгоритмами настройки конца позапрошлого десятилетия. Вот. Но она работает. Главная проблема IPsec, когда его придумали, думали так, сейчас мы зашифруем только IPPilot. А все остальное оставим как было. Отлично, у нас будут данные защищены, а ничего делать не надо. Оказалось, надо, потому что чек-сумы не работают. Но ничего не работает, даже надо не работать. Тогда они плюнули, придумали туннельный режим. Как туннельный режим, IPsec работает отлично, но варгар гораздо лучше. Еще, OpenVPN. Чаще всего, когда говорят про VPN, говорят про OpenVPN. OpenVPN – это прям вот штука, которая делает ровно то, о чем мы с вами говорили в случае варгарда. С чуть более сложным вариантом конфигурации, чуть более сложным и чуть более развесистым вариантом, скажем так, подключения. Там даже по паролю можно подключаться. Что-то он думает. Вот. Соответственно, пользоваться OpenVPN сложнее, но можно. У меня, кстати, вот этот VPN, который из дома на работу, он как раз с помощью OpenVPN настроен в Linux. Там просто клиент настраивается и все. Вот. Ну, вообще-то, их тысячи этих самых VPN-ов. Вот тут вот есть еще, рекомендуется нечто под названием Tannario. Это какая-то обмазка вокруг варгарда очередная. Ну, как мы уже говорили, варгард, в принципе, предназначен для того, чтобы вы обмазывали каким-то более высоковыми интерфейсами. Видите, как сейчас модно писать разноцветные, значит, человек явно предпочитает желтый цвет. Ну, короче, разноцветные картинки, вот это все. Есть еще интересный рекомендуторий, называется EasyWightGuard. EasyWightGuard, да. Да я же говорю, вот каждый, кому не лень, пишет на любимом своем языке программирование какую-нибудь обмазку вокруг варгарда, чтобы он стал еще проще. Да. Ну вот. Да, системы, да, не исключение. Домашнее задание очевидно. Нам нужно восстановить то, что было на лекции. А, даже нет, нет, все проще. Два клиента без роутера, два клиента должны подключаться по варгарду к серверу. И именно пакеты, которые приходят из варгарда, из сети варгарда, должны найдется. Ну, то есть, то же самое, как у нас, только два клиента. Не то, чтобы роутер был очень сложно настраивать. Да, да, да. Ну, да. Да, вот его настраивать было несложно, это правда. Ну, в общем, он лишний в этой схеме. Вот. Вот. При этом, да, при этом это должны быть две разные физические сети, этаж 1 и этаж 2. А варгардные, виртуальная сеть, должна быть у них, естественно, одна. Вот. В этом весь смысл. Предположительно, они вообще где-то там из интернета к вами подключаются, у них совершенно разные адресы отправителей. Все, это последнее домашнее задание в этом сезоне. Я еще буквально день-два поморожу всяких тормозов с шестых и четвертых курсов, которые все еще не поставили себе оценку, а потом запущу уже проверку вот этого самого 10-го, 11-го задания. Ну, 11-го вот этого задания, и у нас уже будет финальная оценка. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но время уже, видимо, вышло наше. У нас учебный семестр еще не закончился. В таблице с результатами появилась для четвертых и шестых курсов, для них она последняя. Нет, я понимаю, там 9 было, я думаю, как-то с последней лекцией. Ну, ну, почему это? Слушайте, сегодня только 13-е число, еще неделя до зачетной сессии. Неделя до зачетной сессии, не надо, пожалуйста. Вот именно поэтому уже. Слушайте, вы могли проявить активность, как люди, которые, значит, по этому самому, по архитектуре, которые сказали, нет, давайте нам две лекции, вот я бы прощал лекцию какого-то, 6-го числа, 7-го, 7-го, 6-го, но я не хотел. Ладно, вот, как что, домашка будет? Слушайте, ну это правда, слушайте, поупражняться с ВПН-ом всегда полезно. Да, я понимаю, я понимаю. Ну, слушайте, 321-я группа, знаете, когда у вас экзамен по сетям? Вам хватит времени. Вот, еще вопросы? А, можно сказать тоже про зачеты и все прочее. То, что сейчас в табличке оценка, это из расчета на то, что вы 4-й, 6-й. Да, значит, не так, смотрите, там же, я сейчас покажу, там же есть процент, а, или нет? Да, это из расчета на то, что вы 4-й, 6-й курс. Я вот буквально послезавтра, когда я убедюсь, что 6-ти курсники больше не хотят, вот, более того, даже если они хотят, но договорились со своей учебной частью, что они сдают экзамен позже, они решают 11 домашних заданий. Ну, потому что должны быть в том же, как это, в том же статусе, что и вы. Вот, и я тогда там подыму, подыму количество проверенных домашних заданий до 11. Ну что, все, а, слушайте, вы же сюда вот за этим пришли, правда, правда? Значит, смотрите, я вижу 5 человек, будьте добры. Виталий, передай людям. Впишитесь сюда, я обещал какие-то мелкие бонусы, я еще не придумал какие. По традиции, могли бы вы автоматы поставить? Я сказал мелкие. Вот. Вы же понимаете, что все это в основном автоматы, да? То есть, когда вы заходите в эту таблицу и видите отл, это автомат. Я помог экзамену строить. А, это тот же листочек? Да, это тот же листочек. Отчеркните там, пожалуйста, чтобы вас не перепутал. Вот. И напишите, что это сети. Все, всем спасибо. У нас тут уже пошла, пошли, пошли раздача непонятных бонусов. Вот. Значит, до встречи, не знаю когда, на тему сети, не знаю. Ну, надеюсь, что в следующем, через один семестр мы встретимся. Я имею в виду вот. Вот.